В этой образной композиции поистинно, как в ней поется, слились воедино восторги и знания. И восторг от каждой мелодии, от крылатых фраз. Каждая фраза здесь крылатая, то, что и называется афоризмами для головы, для разума. И получается, что признательность, вот она льется там, ее можно тоже ощутить как принятие знаний, которые даются, принятие всем сердцем. И признательность раскрывается как благодарная, деятельная позиция, которая очень созвучна понятию творения мечты. Мечта есть, ее можно творить как. И автор начинает с этой, это же первая образная композиция, за ней следуют и другие, которые помогают ощутить творение мечты. И вот она словно бы вот этот подъем отдает, подъем сил внутренних чувств, обогащает знаниями, просто обогащает. Это такое богатство, когда точно чувствуешь и знаешь, что куда устремляться телу, а туда, куда сердце устремляется. Туда важно идти, и это важно делать. А куда сердце устремляется? Ну, внеземные дали. Ну, поднимая над прозой земной и одновременно любя родную землю. С этого, чтобы вот не забывает сердце. С самой первой строки предлагается ощутить, что земля родная. И на ней может твориться то, что задумано Создателем и рассказано, и в каждом произведении «Лиги любви», вот поэтический, песенно-поэтический диалог героев, он ведь сразу говорит о том, как мир задуман, устроен, каким он может быть. Продолжение следует... Продолжение следует...